Коллеги, добрый день еще раз. Ну а теперь немножко о технологиях. С одной стороны, постараюсь техникой не грузить, потому что понимаю, что далеко не все здесь технические специалисты. С другой стороны, рассчитываю на ваши вопросы, как в процессе моего рассказа, я думаю, что они у вас возникнут, и, естественно, у нас будет время на то, чтобы вы их могли задать, а я постарался на них ответить. О чем мы сегодня будем говорить? Сегодня задача на самом деле обсудить те вещи, которые обычно в клике являются далеко не все видимым конечным пользователям, а те вещи, которые на самом деле разрабатываются нашей командой R&D и которые, на наш взгляд, смогут позволить вам использовать клик на гребни волны не только на сегодняшний день, но и на ближайшие как минимум 10-15 лет. Собственно, как мы говорили, что кликью в свое время, будучи разработан, по большому счету позволил и до нынешнего времени, уже в течение 20 лет считаться конкурентным продуктом, несмотря на огромное многообразие тех инструментов, которые появляются сейчас у других производителей. Точно так же и в рамках имеющихся сейчас инструментов огромный объем работ делается именно на отслеживании тенденций, которые связаны как с работой с данными, так и с большими объемами данных, с большим количеством пользователей, ну и вообще подходы связанных с работами данных. Как мы говорим, клик пытается в очередной раз сделать революцию с использованием привычных, понятных технологий, по максимуму сохранив все наработки и ваш опыт, но при этом позволив вам шагать уверенно в будущее. Соответственно, по поводу тенденций. Вот эти слова, наверное, все слышали. Сейчас, по-моему, только ленивый уже об этом не говорит. Как мы это понимаем и как это дальше будет пересекаться с теми технологиями, о которых мы будем говорить? В принципе, вы, наверное, может быть, заметили, что клик даже с 1 октября фактически по-другому начинает себя преподносить на рынке. Клик в очередной раз пытается делать революцию. Если раньше мы говорили о том, что мы предлагаем решение уровня бизнес-дискавери, то есть исследования данных, то сейчас мы говорим о том, что фактически первый уровень бизнес-аналитики, который появлялся у людей, это было нечто похожее на отчеты. Второй уровень – это то, что предлагал клик и, собственно, 15 лет назад в очередной раз совершил в головах и в инструментарии революцию и как раз назвал бизнес-дискавери. Ну, а, собственно, то, о чем мы сейчас говорим, это как раз то, что называется новый подход – демократизация данных. С одной стороны, вроде как маркетинговый термин. Чтобы далеко в это не удаляться, я просто привел цитату, которая, на мой взгляд, наиболее полно отражает смысл того, что, собственно, сейчас происходит в мире. Мы говорим о том, что если мы не просто прикрываемся терминами цифровая трансформация, задаемся вопросом, что это такое и, собственно, благодаря чему она возможна в ряде компаний. Ну, а, собственно, наших сегодня заказчиков вы слышали и видели, что они находятся на разных уровнях осознания, разных уровнях понимания и области применения инструментария клик к своим задачам, то, фактически, вы, наверное, уже могли заметить, что кто-то прошел чуть-чуть дальше, кто-то, собственно, только начинает эти шаги. И, собственно, когда мы говорим о той самой трансформации, то ключевым моментом является то, что она является вообще возможной как таковой за счет того, что информации в организации начинают распоряжаться, читать, использовать, анализировать и использовать эту информацию для аргументации все большее количество людей. То есть, когда мы говорим, собственно, о доступности информации, мы констатируем, что именно за счет доступности информации возникает то, что, опять же, звучит ныне модным словом data literacy, соответственно, возникает грамотность данных, возникает грамотность людей, понимающих более глубоко свои бизнес-процессы, что позволяет им более глубоко и быстро погрузиться в те или иные бизнес-задачи, ну а дальше, координируя между собой усилия, координировать их, разговаривая на одном языке, используя одни и те же аргументы и, собственно, одинаково воспринимая ситуацию, чтобы не как рак до щука тянуть в разные стороны, а, собственно, принятые решения отрабатывать единообразно и понимать, кто за что отвечает, кто как что делает. Соответственно, на что мы утыкаемся, провозглашая вот эту вот идею доступности данных и преподнесения данных, в общем случае, каждому конечному пользователю, который в рамках своих должностных обязанностей несет ответственность за выполнение какой-то работы. Мы утыкаемся на сугубо небизнесовые какие-то ограничения, но связанные, первое, а кто из этих пользователей готов, собственно, читать, использовать, анализировать, аргументировать эту информацию, то есть это вопрос восприятия, вопрос обучения людей, которые, предположим, до этого привыкли в лучшем случае в Excel набивать какие-то данные в ячейки, о каком анализе там идет речь, они операторами, может быть, являлись. Кто-то, естественно, может быть продвинутым с точки зрения желания поработать с данными, поанализировать, но в общем случае уровень квалификации может быть совершенно разный. Вторая проблематика, это связанная с тем, что как только мы говорим о том, что мы более широкой аудитории предоставляем эти данные, тут же возникает вопрос, а вообще вы как бы замахиваетесь на широкую аудиторию, а вы подтянете-то это, если мы отмасштабируем, собственно, ваши хотелки до использования тысяч, десятков, тысяч, сотних, тысяч сотрудников, вообще те инструменты, которые вы предлагаете, они смогут это сделать за рамками маркетинга технически. И третья задача, это с пользователями вопрос задали по поводу масштабирования пользователя, а с данными-то как? Так, если мы говорим, что сейчас только ленивые уже данные не накапливают, как практика показывает, только очень небольшое, то есть это даже не единицы процентов, а доли процентов компаний, накапливающих огромные объемы данных, хранящие их там в ныне модных, популярных, собственно, хранилищах или базовых данных типа Hadoop и их производных, да, очень маленькая доля, доли процентов компаний реально могут их монетизировать, потому что все как-то, как старая старушка, собирают все эти данные в надежде, что когда-нибудь из них можно будет что-нибудь заработать или что-нибудь можно будет увидеть, но пока никто как бы не понимает, что с этим делать, все надеются на будущее. Но по факту мы идем к тому, что данных становится все больше, продолжается идея интернет-вещей, все больше датчиков, все больше генерируемых данных, поэтому фактически, когда мы говорим о том, что мы идем к демократизации данных со всех сторон, то это три вещи. Первое. Каждому сотруднику, каждому пользователю дать возможность максимально просто погружаться в проблематику его бизнес-задачи, не загружая его техникой. Вторая вещь. Это возможность масштабировать решение до фактически неограниченного количества пользователей, измеряемого десятками и сотнями тысяч. И третье. Возможность работы фактически с неограниченными объемами данных, с которыми де-факто мы уже сталкиваемся сейчас, измеряемых миллиардами или десятками миллиардов записей, ну и в будущем это могут быть сотни миллиардов и более того. Соответственно, первая часть, связанная с попыткой дать инструмент бизнес-пользователям вне зависимости от их уровня квалификации, который бы, как шутя я говорю, как минимум не напугал бы их, а дальше и, собственно, позволил двигаться дальше, она выражается в идее AI в квадрате. Что такое AI в квадрате? Ну здесь, собственно, наверное, написано по-английски. Мы на самом деле сейчас пройдемся еще раз по этим терминам, потому что под терминами AI, как и под большинством других терминов, к сожалению, существует огромное количество вариантов расшифровок. Различными производителями они расшифровываются совершенно по-разному. И для того, чтобы понять, чем отличается клик или куда мы смотрим в будущее и, собственно, скоординировать свое какое-то возможное развитие, если вам покажется интересным то, что мы делаем, очень важно понимать, что мы понимаем под этим Augmented Intelligence, помноженным на Associated Index. Ну, с ассоциативным индексированием, наверное, более-менее все понятно. Те, кто хоть раз пытался на клике создавать хоть какое-нибудь приложение, понимая, что такое ассоциативная модель, все равно на пальцах этого не объяснить, это показывать надо. Поэтому призываю тех, кто не успел подойти ко мне в перерыве или, может быть, не видел этого, тем не менее, позвать нас, позвать коллег-партнеров, чтобы вам просто показали на ваших примерах, что же такое ассоциативное индексирование и что такого придумал клик, что за 25 лет никто до сих пор не смог повторить. Ну, а что такое Augmented Intelligence, мы поговорим чуть позже. Так вот, если говорить о самой идее, то идея следующая. У нас есть данные по факту, красивыми словами говоря, это основа новой экономики, все об этом надеются, что понимают, о чем идет речь. Дальше все говорят, ну, если на это наложить аналитику, то у нас будет возникать много счастья, мы будем понимать, что у нас происходит. Ну, потому что, собственно, это счастье и понимание того, что происходит, позволит нам принимать правильные решения и, исполняя их там, зарабатывать деньги, снижать издержки, проникать на новые рынки, ну и так далее. Так, собственно, дальше возникает вопрос, а что под этим лежит? Небольшой экскурс в историю. Что имеем сейчас? То, что называется BI. И к тому, чему стремимся. AI. Пока не расшифровываю название, пока просто примите к сведению. Собственно, всем известна вот эта вот история того, что раньше аналитика считалась идеей того, что пользователям дать возможность смотреть на какие-то цифры в более-менее простом режиме. Но идея заключалась в том, что пользователь выполняет пассивную функцию, то есть он, собственно, смотрит на то, что ему подготовили. Несмотря на то, что возникали идеи аналитика самообслуживания и прочие вещи, обычно эта аналитика самообслуживания пыталась свестись к тому, чтобы пользователю упростить сам принцип создания приложений, принцип подключения к источникам данных. Ну, то есть упростить некие технические какие-то вещи, не связанные с решением самих бизнес-задач, а попытаться его изолировать от технологии, с тем, чтобы он не пугался и, собственно, начинал работать с данными. Ну и все это, собственно, пришло к тому, что все стали рисовать то или иное количество диаграмм с разной степенью эффективности того, что и стала называться визуальная аналитика. Соответственно, что по факту мы имеем, если рассматривать вот такую вот, собственно, картинку, то пассивный режим, по сути, говорит о том, что мы берем пользователя, спрашиваем, что ему нужно, строим какие-то наборы диаграмм, ну и дальше считаем, что вот оно счастье, поскольку то, что он попросил, то мы, собственно, и сделали. Но если задумываться о том, какую часть, собственно, ответов он получил в таком подходе, то, условно говоря, если нарисовать лес с деревьями, со всеми его многообразиями, то мы ему на его ответы даем некую такую палочку. Потому что как сформулировал эти критерии, то мы ему как бы и дали. А если он не сумел сформулировать, что помимо получения чего-то деревянного, нужно еще и с листиками, там, да еще разные могут быть формы листиков, и разный возраст этих деревьев, и растет это все в лесу, то, в общем, он может этого даже и не увидеть на основе тех данных, которые мы представили в его отчете. Пошли дальше. Сказали, а давайте мы пользователю дадим следующий уровень развития, позволим ему данные исследовать самому. Это то, что мы имеем сейчас. Это уже переход в активный режим рождения идей. Собственно, в этом направлении движутся сейчас все. И дальше возникает вопрос, что это такое. Ну, давайте первым приближением дадим пользователю возможность в режиме самостоятельного обслуживания, так, чтобы он сам испытывал счастье от этого процесса, создавать большее количество объектов визуализации, и теперь будем считать это счастьем, то есть уберем в качестве посредника между реализатором вот таких вот отчетов и самим бизнес-пользователем необходимость описания каких-то технических заданий. Будем считать, что сам себе бизнес-пользователь будет строить технические задания и сам будет реализовывать свои хотелки. Является ли это решением? На самом деле решением это не является, потому что вот такая вот, собственно, дилемма у нас классическая появляется, когда мы говорим, ну, все многообразие ты можешь сделать, но проблема заключается в том, что это многообразие, по большому счету, тебя же начинают путать, потому что все это многообразие объектов, оно не способствует лучшему пониманию твоей ситуации, потому что даже для того, чтобы сообразить, какими объектами визуализации или какими сочетаниями лучше отобразить тот или иной бизнес-процесс, как рассчитать те или иные показатели, в общем нужно знать не только, как рисуются эти объекты визуализации, но и понимать суть самого бизнес-процесса, и еще понимать, как это лучше, с какой стороны посмотреть. Поэтому тупое механистическое исследование предоставления возможности строить большое количество объектов визуализации – это тоже не самоцель. Хотя это сейчас существует в достаточно большом количестве продуктов, в том числе и в Кликсенсе. Что еще существует на рынке? Вот тут уже пошла расшифровка терминов. Один из вариантов расшифровки первых букв AI – это то, что называется Artificial Intelligence. Иначе говоря, атрибутивная аналитика. Всем, наверное, известно так называемое плато зрелости тех или иных технологий, которое указывает на то, как появляющиеся какие-то технологии в самых различных областях деятельности проходят процесс понимания, одобрения, использования и так далее. И сейчас по факту можно констатировать, что сейчас только ленивый не говорит о машинном обучении, о том, что если у нас есть огромный набор накопленных каких-то данных, то мы можем взять некий компьютер, собственно, взять набор каких-то алгоритмов, на травить, собственно, этот набор алгоритмов на эти имеющиеся наши исторические данные, и тут возникнет, о чудо, собственно, нам все расскажут, как мы будем жить в будущем. Это вот то, что называется Artificial Intelligence, соответственно, атрибутивная аналитика. И, к сожалению, по факту, опять же, приходится констатировать, что с точки зрения понимания на рынке сейчас она находится ровно на этом уровне. Когда все увидели, ага, есть возможность, сейчас будем строить какие-то аналитические системы, которые сами что-то будут переваривать и выдают результат одну большую зеленую кнопку. Но на самом деле, как показывает практика, недолго, собственно, до этого уровня, а дальше возникнет просветление, и, собственно, возникнет понимание конкретных сценариев применения, где эта технология хороша. Поэтому сразу могу сказать, что клик не умаляет достоинств идеи идеи такого подхода, но то, что мы понимаем под AI, это не вот это вот. Это то, куда идут фактически все остальные вендоры, сейчас конкурируя между собой в споре о том, какие статистические алгоритмы расчетов тех или иных данных наиболее интересные, наиболее полезные, ну и так далее. Мы считаем о том, что, в принципе, не нужно заниматься противопоставлением. И этому был посвящен тот видеоролик, с которого началась сегодняшняя конференция, когда мы говорили о том, что перенос самой даже идеи на то, что все за вас делает компьютер, он ущербен по определению, потому что компьютер делает только то, что вы в него вложили, даже если он построен на основе неких современных идей нейронных сетей, поскольку то, чему его научили, это просто та выборка, которую вы ему предложили, а, опять же, та логика развития нейронных сетей. И, собственно, его обучение, оно ограничено рамками понимания задачи тех людей, которые создавали эту нейронную сеть. И, собственно, до тех пор, пока мы крутимся в рамках вот этой вот атрибутивной аналитики, машинного анализа, да, мы можем массово обрабатывать объемы данных, мы можем предлагать какие-то массовые параллельные обработки, данных может быть больше, перелопачивать их можно быстрее, но это не помогает выполнять анализ как таковой с точки зрения человеческого мышления. И в противоположности этому есть некий сценарий, о котором мы уже проговорили, это визуальное исследование, когда пользователю дается полная свобода, и он пытается исследовать данные, исходя из своего стиля мышления. В принципе, то, что уже есть и в кликвью, и в кликсенсе. Но как это тогда объединить, и, собственно, что можно получить за счет такого объединения? Простой экскурс в историю, подтверждающий ту точку зрения, о которой я рассказывал. Собственно, небезызвестная история, когда еще там в 50-е и 60-е годы все экспериментировали, кто быстрее думает, человек или компьютер, ну, по словам думает, естественно, подразумевалось простые вещи, кто быстрее может пересчитывать какие-то операции, человеческий мозг, комбинации, связанные с шахматными партиями, с игрой в шахматы, или компьютер. Понятно, что в те годы, когда это начиналось, компьютер базовые какие-то вещи быстро мог пересчитать, но любые какие-то более сложные просчеты на большее количество шагов вперед приводили к непомерным затратам времени, и, в общем, собственно, любой опытный иглок, любой компьютер того времени выигрывал. Дальше все, наверное, помнят историю, для большинства из вас это уже происходило при нашей с вами жизни, собственно, ситуацию, когда экспериментировали с компьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым. Несколько, если помните, было итераций, усовершенствования алгоритмов, потому что первые разы Каспаров без проблем выигрывал, последующие были посложнее, ну, и, собственно, дорабатывали и мощности компьютера, и алгоритмы до того, что, собственно, компьютеру удавалось пересчитывать эти варианты и обрабатывать большее количество вариантов, чем удавалось человекам, но это, по большому счету, был, ну, так назовем, огрубляет тупой пересчет, просто более быстрым, чем у человеческого мозга. Ну, а дальше эксперимент был продолжен. Наверное, вы знаете, что, собственно, идея была в определении границ, собственно, разделения ответственности между человеком и компьютером, и сделали очень простую вещь. Сказали, ну, давайте так, мы не будем создавать Deep Blue, мы возьмем ноутбук, на который, собственно, разместим программу, которая просто более быстро позволит нам пересчитывать варианты конечному человеку, но принимать решение выбора предложенных вариантов будет все равно человек. То есть, фактически, мы говорим об объединении быстро каких-то расчетов и использовании компьютеров именно для этих целей с принятием решения и пониманием интуитивным, в том числе, в каких-то ситуациях, дальнейших, собственно, результатов принятых решений самим человеком. Вот, собственно, вот это вот и является той ключевой областью, которую мы считаем приоритетной и той, которой мы будем двигаться. Соответственно, другое представление той же самой картинки, если мы говорим о традиционном BI, то это, собственно, серый большой круг в левом нижнем углу. Его можно двигать в два направления, либо, собственно, просто в исследовании данных визуализация, позволяющая пользователю без ограничений как-то исследовать, исходя из своего интуитивного восприятия этих цифр, а можно идти, наоборот, в машинную обработку специализированной исследовании данных, то, что называется как раз атрибутивной аналитикой, Artificial Intelligence. Но если мы попытаемся объединить оба эти инструмента, дав, с одной стороны, пользователю возможность неограниченного исследования и отработки гипотез, которые интуитивно приходят ему в голову, с возможностью максимально быстрого сочетания и обработки больших объемов данных, в том числе и с использованием механизмов мат-статистики, то это как раз и будет то, о чем мы говорим в нашей терминологии. Это называется Augmented Intelligence, ну, собственно, дополненная аналитика. То есть аналитика, дополняемая всеми инструментами, как машинной обработки данных, так и, собственно, возможностью человеку сохранять свои интуитивные способности для более глубокого анализа данных. Третий вариант представления той же самой картинки, если взять пересечение всех этих возможных областей, категории машинного обучения, категории научных исследований с математиками продвинутыми и категории, собственно, интуиции человеческой, то мы целимся, вот, собственно, вот самое интересное вот это вот место, поскольку, если мы говорим о том, что то, что мы делаем, будет позволять работать с этой областью, то это и будет самое прелестное, самое ценное, с одной стороны, не вынуждая перелопачивать огромные, собственно, массивы, которые поднадлежат машинному обучению, не вовлекая всех в научные исследования, потому что не всем это свойственно, ну и, собственно, не базируясь только на эмоциях и только на интуиции, объединяя все, собственно, все положительные стороны в одном решении. Соответственно, кто смотрел Стартрек, общая идея, объединить чистую логику, роботизированную, с человеческой интуицией, и тем самым получить оптимальность принятия решения в самых сложных, непредсказуемых ситуациях. Во что это вливается в кликсенсии? Ну и, собственно, в продуктах клик. Вернемся на шаг назад, как на мир земной, и от теории перейдем к практике. Если мы говорим о Augmented Intelligence, который, собственно, мы реализуем в клике, это фактически сочетание механизмов мат-статистики, которые позволяют на основе анализа данных предлагать пользователю оптимальные способы визуализации исследования данных. Ну, я некоторые из них покажу просто в демонстрации, кто не помнит, кто не видел. Напомню, что все то многообразие объектов визуализации, которые существуют в клике, в кликсенсе можно не просто создавать, если вы четко понимаете, какой объект визуализации вам нужно, а можно просить кликсенс подсказывать вам. Соответственно, ориентируясь на то, что вы еще не столь опытный сотрудник, у вас есть данные, в которых вы что-то понимаете, но вы пока не совсем представляете, как их лучше визуализировать. Соответственно, многие вещи, связанные с таким анализом информации и предподготовкой, существуют с точки зрения подготовки данных для, например, визуализации на карте или изображения во временной шкале. Вы, например, вспомните и знаете, те, кто хоть раз создавал приложение в кликсенсе, что клик автоматически из тех полей, которые обнаруживают, как связанные, например, с геоданными, например, названия городов, стран, регионов и так далее, или связанные с датами, дополняет, наполняет дополнительной информацией, позволяя вам, не вдаваясь в технические дебри, например, просто имея название городов ваших регионов, например, визуализировать их на карте, даже не задумываясь о том, откуда берутся координаты. Хотя, естественно, этим процессом можно управлять, и эти координаты вы можете предложить сами. Есть инструмент, который позволяет в более простом варианте делать выводы и предлагать, опять же, какие-то варианты визуализации пользователю, в том числе, используя и человеческий язык. Ну, здесь сложно говорить, я просто это, опять же, покажу. Те, кто не знает, это уже давно существует в кликсенсе. Партнерские решения, ряд партнерских решений, например, то, что называется narrative technologies, существует точно такой же экстеншн, который в текстовом виде позволяет выполнять текстовую интерпретацию той информации, которая, например, представлена в той или иной диаграмме, на том или ином дашборде, с тем, чтобы люди, которым проще не визуально воспринимать какие-то картинки, а читать какой-то сводный какой-то текст, они могли, собственно, читать его в виде цифр, в виде каких-то выводов, описываемых, собственно, этим расширением визуально. Точно так же возможность, как мы знаем все, существует давно интеграция с языками статистической обработки информации R-Python, ну и прочими, поскольку существует соответствующий инструмент такой интеграции. Точно так же существует то, что называется augmented intelligence, дополненная аналитика, позволяющая пользователю упростить создание моделей данных, когда он просто загружает источники данных и клик подсказывает ему на основе понимания того, какие реально данные найдены совпадающими в разных источниках, как эти данные имеют смысл между собой вязать, ну и некоторые наборы будущих вещей, которые наш R&D уже довел до некого понятного состояния, пока они еще не представлены в конечном продукте, но, собственно, доведены до состояния, когда они считают, что, в принципе, уже нет технических проблем в реализации самой этой идеи, поэтому их можно показывать как некое, ну скажем так, ожидаемое будущее, которое появится в ближайших, в ближайших последующих релизах. Соответственно, это возможность выполнять анализ в режиме, когда кликсенс вам сам подсказывает, какие зависимости, какие особенности он обнаружил в данных, то есть делает сам акценты на основе статистики обработки информации, ну и плюс позволяет, например, вам выполнять многопараметрическое визуальное, ну можно так назвать упрощенно, кластеризацию данных на основе игры с вашими атрибутами, когда вы просто визуально работаете с данными как с некими наборами точек, ну а дальше набрасывая различные атрибуты, видите, как они сочетаются, не сочетаются, насколько близко, далеко находятся друг от друга, и тем самым выбираете различные какие-то области ваших данных, соответственно, ваша выборка и исследование данных опирается не просто на какие-то значения, а фактически вы группируете визуально данные и можете работать с группами более глубоко, понимая возможные какие-то зависимости отношения данных друг к другу уже не в виде один к одному, а в виде групп собственно данных. К чему мы движемся в целом? Собственно идея, как я говорил, объединить машинную логику с сохранением всех интуитивных возможностей. Поэтому далее, если вести разговор о том, куда мы смотрим, наверное, знаете, что в кликсенс с февраля этого года полноценно встроен, как мы его называем, когнитивный движок, который сейчас потихонечку наполняется дополнительной информацией. Ну и в том числе стратегически мы смотрим на то, чтобы этот движок наполнялся не только информацией, основанной на реальных данных, которые вы туда загружаете, но и, например, наполнялся информацией со сведениями о том, как реально пользователи используют существующие данные. То, что сегодня задавали вопрос с предыдущим выступающим. Делаете ли вы анализ того, какие отборы делают пользователи? На какие они закладочки переключаются? Что реально востребовано в тех аналитических приложениях, которые им дали? Соответственно, над этим тоже ведется работа и, возможно, кто-то из вас знает, что пока некоторые из вещей не реализованы штатно в составе этого продукта, но, возможно, кто-то слышал такие вещи, как кликсенс телеметрия. Проект? Слышал кто-нибудь такой? Поднимите руки. Нет? Не слышал? Собственно, есть проект, например, сейчас он доступен разработчикам, на гитхабе даже выложены исходные коды того, каким образом можно, например, в проектах кликсенс собирать информацию о том, как реально, например, ваши пользователи работают не только, например, с конкретными объектами, с конкретными отборами, а, например, анализировать, собственно, в сочетании каких наборов данных ваши, например, объекты визуализации требуют максимально какой-то ресурсоемкости по оперативной памяти, по процессору и так далее. То есть фактически мы говорим о том, что у самого кликсенса появляется возможность, измеряя характеристики самого себя, следить за изменением своей собственной архитектуры и прочего. И дальше, когда я буду рассказывать последующие темы сегодняшнего доклада, это говорит о том, что, например, сам движок кликсенса впоследствии, я пока не забегаю вперед на период, не даю никаких обещаний, но идея заключается в том, что если мы можем следить за самими приложениями, следить за тем, что делают пользователи, то, например, если мы понимаем, что в течение какого-то времени, за какой-то период времени, например, в период отчетный какой-то, окончание, например, какого-то отчетного финансового периода, с нашим приложением на каких-то отборах данных начинают наиболее активно работать пользователи, есть какие-то повторяющиеся пики, то даже с точки зрения не только интерфейса пользователя, а с точки зрения самой инфраструктуры, сервера будут иметь возможность балансировать нагрузку не просто перераспределяя пользователей в тупую между серверами, например, или анализируя текущую загрузку серверов и их оборудования, Но понимая, что сейчас, да, конец периода, например, это приложение по статистике используется в конце отчетного периода тысячей пользователей, поэтому, несмотря на относительно свободный, вот этот незанятый сейчас, может быть, не очень мощный узел кластера, имеет смысл сразу это приложение запускать на более мощном узле, потому что свидетельство о том, что его первый пользователь начал запускать, это просто как-то ягодки, а цветочки будут тогда, когда к нему полезет очередная тысяча пользователей. То есть речь идет о как раз использовании вот этой самой идеи расширения сбора статистической анализа автоматизированной статистической информации, как на основе самих ваших данных и того, как с ними пользователи работают, так и на основе самого принципа работы с данными внутри каждого конкретного приложения. Соответственно, вот наша идея. И, собственно, как я уже проговорил, ассоциативное индексирование плюс вот этот вот когнитивный движок или дополненный аналитик, как мы называем, Augmented Intelligence, это как раз сочетание тех технологий, которые мы считаем, что будут двигать в будущем, и это будет по-прежнему ключевым, по-английски говоря, дифференциатором, ну или по-русски ключевым конкурентным преимуществом клика, выделяющего среди абсолютно всех вендоров. Почему? Да потому что идея заключается в том, что те, кто работал с кликом, знают, что такое ассоциативное индексирование. Это знание и понимание всего множества данных, которые собраны из ваших источников в рамке аналитического приложения. То есть самим бонусом уже клика и возможностью смотреть дальше, чем любые другие вендоры, является то, что все данные известны внутри клика. То есть мы работаем с ними не по принципу, когда пользователь сидит, дергает там что-то в Excel, а на вопрос, а почему ты это дергаешь из источников, он говорит, да сам не знаю, так получилось. Вот если не получилось так, попробуй еще раз дернуть. Но целостной картинки никогда нет. Мы же, как говорим, мы всегда знаем целостную картинку, всегда знаем общее множество данных, поэтому добавив к нему еще дополнительную машинную обработку, как с точки зрения статистики, мат-статистистики по самим данных, так и мат-статистистики по использованию этих данных, собственно, и получаем возможность предоставления пользователям дополнительного функционала. Демонстрация будет моя несложная. Я, собственно, покажу тот пример, с которым, возможно, кто-то из вас сталкивался ранее. В кликсенсе наверняка кто-нибудь когда-нибудь создавал визуализации. Мое приложение будет предельно простым. Для тех, кто видел когда-нибудь мои демонстрации, знает, что они всегда обычно в простейшей демонстрации связаны с отгрузками товаров. Так вот привычка у меня. И сама модель выглядит очень просто. Я ее просто покажу. В виде, больше знакомом для технарей, это выглядит в виде табличек. Четыре источника, четыре таблички, соответственно, с адресами сотрудниками, с фактами отгрузки, фамилиями, именами сотрудников, ну и справочников складов отгрузки. Для пользователей, начинающих этот режим более удобен, наверное, в таком виде, где мы, собственно, к этому виду могли прийти просто перетаскиванием пузырьков и игрой с нашей моделью данных. Ну, я просто напомню, что вот так вот модель данных создается. И клик нам подсказывает использование вот того самого движка когнитивного, как данные между собой имеет смысл связывать. Ну, а дальше, соответственно, загружать и с ними работает. Ну, а когда мы переходим в раздел визуализации, собственно, речь идет о том, что пользователь, когда мы говорим о демократизации данных, он, в принципе, может не понимать, что ему с этим делать. Ну, понятно, что ему как минимум надо кнопочку нажать «изменить», чтобы заняться макетированием. Вот он видит бизнес-сущности в виде полей данных, которые пришли из всех источников, и я не ломаю голову о технике, где они хранятся, какими типами они отношений связаны, подразумевая, что клик мне это все подсказывает. Но мне нужна помощь даже в создании объектов визуализации. Несмотря на то, что кто с кликсенсом работал, наверное, не заметит, чего там сложного, можно создать какой-то объект визуализации, например, и все драг-н-дропом сюда перетащить, и создать нужные, добавить нужные поля. Но для начинающих пользователей это может быть сложно, поэтому первый уровень упрощения, что мы делаем? Мы ничего не знаем, мы пытаемся отвечать на вопросы по мере их появления. Я говорю, меня интересуют объемы отгрузок. Собственно, я вытаскиваю значение поля, то есть если посмотреть, что под ним реально лежит, под ним лежат реально наборы данных, собственно, всех тех отгрузок в цифрах конкретных, которые у меня присутствуют в моей модели. Но тем не менее, если я их просто-напросто, как начинающий пользователь, ничего не понимающий, просто беру, перетаскиваю на экран, я вижу конкретные цифры, вижу суммарный объем моих отгрузок. Если я говорю, слушай, ну а теперь хочу посмотреть в разных разрезах, смотрю, например, по регионам отгрузки, то клик понимает, что вероятнее всего ты хочешь сюда пристыковать, например, привязку к геокоординатам. Или, например, если я говорю, что я хочу вернуться к предыдущей картинке и точно так же пройти визуализацию и добавив, собственно, объем, добавить сюда какие-то другие сущности, например, фамилии сотрудников, то, собственно, клик подсказывает, как это можно визуализировать в разрезе уже конкретных сотрудников. Ну а если я говорю, я хочу анализировать не только объемы отгрузок, но и, например, стоимость, то, естественно, он мне предлагает и другие варианты визуализации. И делается это автоматически благодаря тому, что у любого такого объекта визуализации существуют рекомендации. И здесь же эти даже рекомендации можно посмотреть дальше, выбрав какие-то варианты представления, которые вы сочтете для себя более оптимальными, просто переключая в тот вид, который вам требуется. То есть фактически мы говорим, что для начинающего пользователя идея самостоятельного обслуживания заключается не просто в поддержке интуитивной drag-and-drop набрасывания объектов визуализации каких-то, собственно, полей с данными, но и в предложении ему демонстрации готовой о том, как его данные могли бы выглядеть наиболее эффективно с точки зрения именно его имеющихся данных и с точки зрения тех объектов визуализации, которые встроены в клик. Это, собственно, первый момент. Ну, сразу опять же напомню, что вы всегда можете от этого режима отказаться, если считаете себя более продвинтым пользователем, можно выключить, собственно, эту подсказку, и в этом случае вы получаете полноценный объект визуализации со всеми его настройками, как если бы вы создавали его с нуля и понимали, что этот объект себя представляет с точки зрения полного функционала. Второй вариант, если мы говорим о том, что у нас вообще, опять же, ничего нет, и мы даже не погружаемся в этот интерфейс, но хотели бы что-то в наших данных найти, то есть это совсем базовый уровень исследования, есть кнопочка наблюдения, которая позволяет нам, собственно, задавать вопросы, ну, на языке почти похожем на человеческий, ну, например, я начинаю писать название моих данных, ну, например, говорю стоимость, мне, естественно, подсказывают, что есть такое поле стоимости, и я говорю по, например, фамилиям, мне подсказывают, что есть фамилия сотрудника, соответственно, мне уже тут же предлагают варианты визуализации той информации, которая могла бы быть полезна, причем, обратите внимание, предлагаются разные варианты расчета, не только простейшие там суммы, но и доли там, собственно, с накоплением там и прочие вещи. Точно так же, как я могу сказать еще и по, например, регионам отгрузки, например. И в этом случае мне предлагают большее количество вариантов, и если я, как пользователь, в принципе, в первую очередь, получивший такие подсказки, хочу их поисследовать дальше, ну, я просто помечаю, говорю, добавить на лист вот это, вот это вот, там, собственно, добавить вот это вот, выхожу из режима редактирования, и вот а-ля мой, собственно, уже дашборд, где я могу в интерактивном режиме, собственно, работать с моей информацией, исследовать ее при необходимости, опять же, видоизменяя характеристики каждого из объектов визуализации, наполняя той логикой, которая требуется. Если не знали, что такое есть, то, собственно, используйте. Это в том числе инструмент обучения ваших пользователей. Думаю, что демонстрации таких принципов работы с их простыми какими-то источниками данных будет больше, чем достаточно для того, чтобы как минимум побудить у них любопытство и интерес полазить в своих данных, ну, немножко в другом режиме, за рамками привычной им Excel или каких-то других инструментов, где они видят тупые статичные отчеты, а не вот эту вот динамичную картинку. Если говорить о следующих развитиях, куда дальше смотрит клик. Следующая часть, это уже больше техническая часть, ориентирована не на пользователей, как мы говорили, возможность демократизации данных, то есть предоставление возможности работать с данными большему количеству людей, собственно, давать им возможность повысить свой уровень грамотности, понимания бизнес-процессов, обычно в том числе упираются в сугубо технические вещи, вопросы архитектуры. Мы говорим, было 10 пользователей, потом 100, потом 1000, да эти пользователи еще и стали, мы, например, добавляем интернет-аудиторию, наших заказчиков-контрагентов, B2B, то, что называется, или B2C. И возникает вопрос, как вот наши сделанные наработки могут масштабироваться, что нам этого будет стоить, и когда мы, собственно, столкнемся с проблемами, когда масштабирование дальше будет невозможно. Именно поэтому клик, посмотрев на все то, что сейчас существует, в том числе у самого клика, и анализирует те тенденции, которые существуют в мире, декларирует функционал и развитие направления, которое называется фразой «кликсенс мальтиклауд», ну и дальше пару слов об этом, о чем идет, собственно, речь. Словам облака просьба не пугаться. Я понимаю, что для России, к сожалению, в силу ряда политических нынешних передряг, обычно термины облака, особенно для режимных, например, заказчиков, вызывают дрожь в теле. И, в общем, с точки зрения всех вопросов конфиденциальности, хранения персональной информации, все правильно, мы с этим не собираемся спорить. Поэтому, когда мы говорим о термине облака, мы убираем в сторону политику в том смысле, что сама идея облачного потребления ресурсов, она имеет и должна иметь право на существование, потому что облако – это не о политике и даже не о месте размещения конкретных центров обработки данных в каких-то странах, а это, собственно, идея того, как должны предоставляться сервисы. И идея очень простая, что если я, как бизнес, например, понимаю, что мне нужно реализовать некую бизнес-функцию, некий бизнес-процесс, например, предоставить возможность работать с информацией в виде аналитических приложений для большого количества пользователей, то мне, как бизнесу, мне не хочется думать в терминах технических. Я не хочу ломать голову о том, какие сервера мне нужны будут, я не хочу ломать голову о том, сколько мне серверов понадобится в каждый конкретный промежуток времени, потому что за рамками, например, отчетного периода потребления этих серверных ресурсов может быть меньше, а в отчетный период может быть побольше, а я, с другой стороны, не хочу переплачивать за сервера, которые простаивают. То есть для меня, как для человека, который пытается в нашем современном мире оценить потребление тех или иных аппаратных ресурсов в терминах, понятных финансистам, например, в деньгах, сколько это будет стоить в расчете на одного пользователя. Любые какие-то идеи о том, что кто-то должен зарезервировать какое-то оборудование, его должен установить, какое-то время вводить его или выводить в эксплуатацию, то, что оно будет простаивать и так далее, это, в общем, лишняя головная боль. И сама идея облачных предоставлений сервисов или услуг как сервисов, она имеет право на существование. Поэтому даже те из вас, кто не задумывался об этом никогда, задумывайтесь о той стратегии, как вы будете двигаться туда. При этом, еще раз подчеркну, речь идет не обязательно об использовании облаков на западных площадках, например, Microsoft Azure или, собственно, Google Cloud или Amazon Services из наиболее популярных. Речь идет о возможности развертывания идеи предоставления и потребления сервисов на, собственно, центрах обработки данных как внутри вашей организации, так и на территории Российской Федерации, предоставляемые вендорами, которые, собственно, работают физически в России и, собственно, на своем оборудовании предоставляют услугу потребления сервисов именно как услугу, а не как набор каких-то серверов. Поэтому, если мы говорим о текущих трендах, хотим мы этого или не хотим, это статистика общемировая, то если раньше, собственно, приходилось много времени убеждать о том, что облака это интересно, облака, как минимум, должны рассматриваться в организациях, то сейчас факт заключается в том, что большая часть инсталляции и развития новых сервисов заказчиками уже рассматривается в виде создания архитектуры именно облачного предоставления сервисов. Хотя в большинстве случаев, например, в Российской Федерации такое предоставление в крупных корпоративных заказчиках делается на основе собственных центров обработки данных, находящихся в России. Вторая вещь заключается в том, что если подумать о даже концепции облаков как таковых, возникает вопрос на перспективу. Хорошо, я начинаю потреблять услуги как сервис, значит, я завязываюсь на конкретного поставщика, на конкретного облачного провайдера. И возникает дальше следующий вопрос. А есть ли какие-нибудь риски, что моим поставщиком станет единственный поставщик, потому что я у него, собственно, начинаю арендовать там все мощности, да, я ему плачу понятные деньги, но вдруг он уйдет с рынка, или вдруг он, собственно, там начнет неправильно себя вести и выкручивать мне руки, могу ли я выбирать из нескольких поставщиков облачных услуг. Это вопрос свободы выбора и снижения рисков. Поэтому де-факто мы говорим о том, что за последние несколько лет все те, кто продолжает говорить о том, что они работают над облачной стратегией своей организации в терминах «гибридное облако», пытаясь сращивать публичные облака со своей собственной приватной инфраструктурой, это устаревший подход, потому что современный подход заключается в том, что заказчик имеет право сказать и говорит в большинстве случаев, ребята, я хочу использовать частично собственную инфраструктуру, то, что мы называем он-премис-инсталляцию, мы хотим использовать собственные облака, которые развернуты на моей технической площадке, в моих собственных центрах обработки данных, то, что называется private cloud, и при возможности, если это соответствует моим требованиям по безопасности, стоимости и прочим вещам, я бы хотел использовать и ресурсы, например, каких-то публичных облаков, собственно, например, на территории Российской Федерации. Имею я право это делать? Имею. Поэтому, когда мы говорим о стратегии клика, то это стратегия не гибридных облаков, а стратегии именно multi-cloud, заключающейся в том, что с нашей точки зрения разработка кликовских продуктов, в данном случае, увидеть это можно будет, и то, что я буду показывать в первую очередь на кликсенсе, идет в том, чтобы предоставить возможность заказчику полную свободу выбора в комбинации тех ресурсов, программных и аппаратных, которые он смог бы использовать для развертывания инфраструктуры и масштабирования инфраструктуры клик для работы конечных пользователей. Поэтому любое сочетание облачных сервисов, соответственно, в любых их вариантах представления, он премис, соответственно, приватные облака, любая комбинация публичных облаков, это должно стать встроенным функционалом существующих продуктов клик. Соответственно, эта концепция выражается в технической части следующим образом. Мы говорим о том, что, как я говорил, любая комбинация он премис инсталляции внутри вашей корпоративной сети должна сочетаться с возможностью потребления любого количества облачных сервисов. Ну и клик сам, как вендор, дополняет это еще и идеей того, что если вы хотите потреблять вычислительные ресурсы не просто в виде, не знаю, операционных систем, серверов, собственно, по подписке именно на некие понятные объемы ресурсов, а вы говорите, слушайте, не хочу ломать голову о технических фишках, я хотел бы потреблять сам сервис клика, ну, как облачный сервис, так, чтобы мои пользователи, для которых я публикую приложение во внутренней сети, если допустимо это для меня с точки зрения безопасности и так далее, могли обслуживаться и кликовским облаком, собственно, как сервисом. То есть мы говорим, что одной из разновидностей публичных облаков может быть облако самого клика. Но в любом случае любая комбинация вот этих вот сочетаний инфраструктур, на которых будет работать клик, это ваш выбор, собственно, ваше желание, определяемое вашими возможностями, вашими потребностями в данный момент времени. При этом с точки зрения клика, то, что мы говорим о коммерческой составляющей, а не уже не технической составляющей, то этот функционал является доступным уже сейчас в рамках существующих лицензий любых пользователей, которые являются пользователями и используют лицензии кликсенс, поэтому сейчас вы уже при необходимости вот такого масштабирования с использованием публичных облаков имеете возможность использовать уже существующие лицензии для развертывания, в том числе, и более масштабных инфраструктур с использованием публичных облаков. Это картинка стратегическая, с одной стороны. Теперь стоит сказать о том, что уже сейчас есть, поскольку очевидно, что вся вот эта вот архитектура и развитие, такой долговременный период на протяжении там нескольких лет, одного-двух лет, что есть уже сейчас и, собственно, на каких технологиях это построено. Сейчас очень часто сталкиваешься с вопросами у заказчиков, нынче это модная тема, импортозамещение в том числе, тема имеет право на существование, если вдумчиво к этому подходить. Но обычно невдумчивые заказчики начинают спрашивать под этой гидой, а на Linux вы работаете? Правильный ответ – нет. Потому что если брать ответы других вендоров, они говорят, ну да, хотите Windows, на Windows сервер поставьте, хотите на Linux поставьте. В чем вопрос? Вопрос на самом деле не в этом. Вопрос заключается в том, как вы будете управлять той инфраструктурой и чего будет вам стоить, собственно, развертывание каждого дополнительного элемента инфраструктуры в ответ, например, на увеличивающее количество запросов пользователей. Возьмем живую ситуацию. У вас, еще раз говорю, было 100 пользователей, которые ежедневно работают, нагрузка сравнительно небольшая, и тут вы понимаете, что каждый 29 число месяца у вас возникает некий отчетный период, и вместо 100 пользователей у вас начинают ломиться тысячи пользователей. При этом понятно, что вы, зная точно эту дату 29, можете какими-то автоматизированными средствами установить быстро какие-то сервера, заранее предусмотреть, чтобы обработать этот шквальный поток появляющихся пользователей. Но проблема заключается в том, что если вы это делаете существенно заранее, то вы просто платите дополнительные деньги за проставящее оборудование, пока пользователей в потоках еще не появился. С другой стороны, говорить, а как можно по-другому, потому что мне в любом случае, если я использую именно операционные системы, и пусть даже в виртуальной среде, то есть виртуализация машин не позволяет более быстро разворачивать операционные системы и дополнительные узлы, например, в кластере, что мне делать, если я все равно должен буду это делать заранее, поскольку само развертывание операционной системы, еще и внутри которой работает, например, Кликсенс, все-таки требует какого-то времени. Для конкретики, например, наш R&D занимался долго экспериментом и пытался оптимизировать запуск сервисов операционных систем. В принципе, что на Linux, что на Windows примерно характеристики одинаковые, но речь идет о том, что на современном оборудовании генерация новой операционной системы в виртуальной машине со всеми автоматизированными процессами как минимум занимает больше 10 минут. То есть обычно в пределах 20 минут, в зависимости дальше уже от конфигурации сервера и той среды, в которой разворачиваете. Можно ли что-то с этим сделать? Это первый вопрос. А во-вторых, если мы говорим о возможности кроссплатформенной работы, то, извините меня, на какой дистрибутив Linux подвязаться? Их огромные кучи существуют. И поэтому клик на самом деле пошел, на мой взгляд, по более современному пути. Для кого-то, может быть, что-то скажут слова микросервисная архитектура. Для кого-то, может быть, скажут слова, которые здесь тоже нарисованы в виде логотипов Docker и Kubernetes. Соответственно, идея заключается в том, что клик, перенеся с одной стороны движок в операционную систему Linux, то есть на вопрос, а работает ли он в Linux, ответ да, он может работать в операционной системе Linux, но это не означает, что вы его на Linux будете устанавливать, например, как на Windows, как какое-то приложение. Ну а если возникает вопрос, а в какой инфраструктуре, в какой части он работает? В Linux, например, речь идет о том, что он работает с использованием контейнеров Docker в среде кластеризации, управляемой сервисом Kubernetes, который изначально исторически там был разработан Google, но тем не менее доказал свою жизнеспособность, потому что он, собственно, используется как раз для центров обработки данных Google и на тех объемах данных, на тех количествах пользователей, которые его используют, собственно, показал свою состоятельность как в плане масштабирования, так и поддерживаемости. При этом, поскольку все эти технологии open source, как и Linux, то мы говорим о том, что если вы имеете какие-то дистрибутивы Linux, это может быть не один дистрибутив, а разные какие-то, но на которых вы имеете возможность запускать контейнеры, типизированные контейнеры, управлять с использованием инфраструктуры Kubernetes, а таких на самом деле сейчас очень много, уже дистрибутивов Linux, то фактически в любых таких, собственно, Linux внутри контейнеров будет работать клик. Что сами контейнеры позволяют делать? Ну, я сейчас технические термины уберу в сторону, чтобы не грузить всех. Если мы сравниваем, например, со скоростью развертывания виртуальной машины, которая, как я говорил, характеризуется десятками минут, ну, в пределах 20 минут, например, со всеми сервисами клика, то развертывание контейнера, внутри которого стартованы все сервисы аналогичные, которые требовали бы в виртуальной машине 20 минут, они разворачиваются за единицы секунд, то есть в пределах 10 секунд разворачивается контейнер, внутри которого запускаются необходимые компоненты, которые могут обслуживать ваших пользователей. Более того, что еще интереснее, если мы говорим, что за 10 секунд мы можем развернуть дополнительный контейнер под появляющийся дополнительный поток пользователей, которые обращаются к нашим сервисам, то точно так же при снижении этого потока сам контейнер настолько малоресурсоемых, что его, в принципе, можно выкинуть, когда он перестал быть нужен, то есть снизить потребление ресурсов. Более того, с точки зрения отказа устойчивости, если вдруг, даже предположительно, поскольку любое программное обеспечение может содержать в себе ошибки, даже по теории вероятности, что если какой-то из контейнеров стал вести себя как-то неадекватно, неважно почему, то стоимость его запуска или стоимость его убиения фактически ничтожна, поэтому мы убиваем какой-то контейнер, просто следя за его характеристиками снаружи, на его место за несколько секунд запускаем новый контейнер и передаем обслуживание пользователей в этот новый контейнер. То есть сама идея эластичности, увеличения масштабирования клика и возможность обслуживания неограниченного потенциального количества пользователей, это фактически возможность использования достигается за счет возможности использования именно в микросервисной архитектуре. Поэтому на правильный вопрос, а перетащили ли вы клик на Linux, ответ мы его перетащили в контейнеры, которые могут работать в том числе и на Linux платформе, в любом из облаков, хотите разворачивайте, например, если брать публичные облака Amazon Cloud, хотите разворачивайте в Microsoft Azure, через некоторое время обещают поддержку включить и Google Cloud, ну или точно такой же, собственно, кластер Docker Kubernetes может быть развернут на инфраструктуре Linux в составе вашего собственного цода, центра обработки данных, например, расположенного внутри вашей инфраструктуры или внутри арендованного центра обработки данных, например, на территории Российской Федерации. Поэтому, если говорить о самой идее, мы пошли дальше, и на данный момент аналогов, во всяком случае, в части продуктов для аналитических вендоров такого решения нет ни у кого. Более того, на самом деле, эта идея положена в основу, ну, уже, собственно, кладываются другие сервисы, я о них тоже сегодня буду говорить, ну, например, идея того же импринтинга, она тоже шикарно под это просто вкладывается, потому что, если мы говорим, что в какой-то момент времени, например, в тот же отчетный период, нам нужно генерировать огромное количество отчетов, их нужно генерировать сжатый промежуток времени, потому что дальше они потеряют ценность, то дальше, через какое-то время, когда инпринтинг будет точно так же перенесен в идеологию контейнеров, мы, собственно, при массовой нагрузке создаем большое количество контейнеров, которые параллельно, запускаясь на нужном количестве узлов кластера, максимально быстро рассылают эти, генерируют отчеты, а дальше, собственно, это потребление схлапывается, эти контейнеры максимально быстро удаляются, и, собственно, вы с точки зрения потребления ресурсов фактически потребляете только минимум необходимых ресурсов, которые определяются именно текущими работающими задачами вашими пользователями. Соответственно, что есть сейчас? Вернемся к реалиям, а не только к стратегии. В июньской версии ClickSense появилась возможность использования вот этой идеи архитектуры в следующей конфигурации, пока это не вся степень гибкости, которая будет разрабатываться в дальнейшем. На данный момент речь идет о том, что вы можете сочетать инсталляцию ClickSense, установленную на Windows серверах, точно так же, как это существует сейчас, с комбинацией из двух публичных облаков, одним из которых может являться сервис ClickCloud, собственно, если хотите, можете его использовать, как готовы к использованию сервиса. Там есть некие ограничения по объему доступных приложений и хранений, но, собственно, есть некий SLA, который обязуется удовлетворять Click. Если он вас устраивает, можете использовать. Либо второй вариант. В качестве инфраструктуры, позволяющей увеличить эластичность и отмасштабировать ваш клик, может выступать любое облако, неважно, это Amazon, это, собственно, Azure, или, собственно, облако, развернутое в вашем собственном цоде. Главное, чтобы оно было развернуто, а, на Линуксе, и, б, этот Линукс, собственно, поддерживался в инфраструктуре Docker и Kubernetes. Ну, собственно, сейчас таких существует огромное количество. Ну, в качестве примера, например, тот же Mail.ru предоставляет даже услугу своим корпоративным заказчикам в предоставлении подобных кластеров с подобными, собственно, контейнерами. То есть сейчас пока мы говорим о поддержке одного публичного облака в любом месте, да, и в качестве второго публичного облака ClickSense Cloud. В дальнейшем предполагается, что вот эта картинка, я вернусь на несколько предыдущих кладов, превратится в любую степень свободы, когда любые компоненты, собственно, ClickSense вы можете разворачивать в любых сочетаниях на платформе Windows, на платформе Linux в контейнерах и, собственно, опять же, в любых сочетаниях облаков и персональной вашей собственной инфраструктуры. При этом, какие еще существуют на данный момент ограничения? А пока в облако, вот в эти контейнеры, пересен только функционал, связанный с потреблением готовых приложений. То есть фактически речь идет о том, что приложения, которые публикуются в ClickSense Cloud, могут пользователями использоваться в интерактивном режиме, но в них невозможно вносить изменения, да, и, собственно, любые изменения и администрирование пока этой инфраструктуры, пока по-прежнему ведутся на инфраструктуре ClickSense Enterprise, установленного на платформе Windows, но, как я говорил, в дальнейшем от этого, собственно, предполагается уйти, не самоцель уйти от Windows, но самоцель предоставить возможность управления инфраструктурой клика и возможностью редактирования создания приложений, собственно, на любой конфигурации инфраструктуры, на любых конфигурациях операционных систем. С точки зрения стратегии, ну, примерно временные рамки заданы вот так, но это, во всяком случае, та информация, которая публично анонсируется. С другой стороны, я специально на слайде тут внизу комментарий мелким шрифтом написал, как обычно это делают, что, в принципе, все может измениться, но пока стратегия такова, что технология является отработанной в июньской версии, она, собственно, уже существует и может быть настроена, но, собственно, это означает, что R&D, в принципе, вышел уже на прямую некую по разработке, понимая, что этот функционал может быть технологически адаптирован и дописан так, чтобы весь функционал клик, как я говорил, реализовать работающим в контейнерах и на любых сочетаниях инфраструктур. Вторая вещь, которая появилась совсем недавно, это сентябрьский релиз. Соответственно, появился такой продукт, как, может быть, кто-то слышал клик-кор. Поднимите, пожалуйста, руки, кто слышал. Немного, да? Но, тем не менее, знаете, что такое есть. Идея очень простая. Клик настолько, по факту, нравится на рынке своей идеей, вот этой ассоциативной модели гибкости работы с данными, визуализацией и так далее, что существует достаточно большой список заказчиков и партнеров, которые говорят, слушайте, ну, классно, клик-сенс хорошо, в нем очень много чего можно делать. Но, вы знаете, у нас есть некое специализированное заказное решение, в котором нам не нужны ваши объекты визуализации. Мы готовы их нарисовать сами. Нам не нужны ваши интерфейсы администрирования, мы его хотим сделать неким встраиваемым решением. Нам не нужен, собственно, Windows, нам он не нравится, мы хотим это делать на Linux и так далее. Собственно, что сделали? Взяли движок клика, сам движок вот этот ассоциативный, именно который может строить ассоциативную модель из любых наборов данных. Портировали, опять же, в контейнере Linux, речь идет о контейнерах, Docker. И, соответственно, фактически мы говорим, что это некий такой движок клик-сенса, минифицированный до самого маленького размера, но обвешанный со всех сторон API-интерфейсами, на основе которых разработчики имеют возможность создавать все, что угодно, собственно, в любых вариантах решения, будь то встраиваемые решения в какие-то устройства, нынче модные слова IoT, интернет вещей, и заканчивая, может быть, какие-то заказные сайты, заказные какие-то бизнес-приложения. То есть это именно движок, который не имеет никаких интерфейсов, не имеет никаких инструментов администрирования визуальных готовых, но с программными интерфейсами для разработчиков, которые с ними знакомы, позволяют взаимодействовать с ним как с полноценным движком клик-сенса, со всеми его расчетным функционалом, со всей возможностью его ассоциативной модели, привычной вам в клик-сенсе или в клик-вью. Ну, если, собственно, подытоживать, вот, долго времени тратить не буду всю эту анимацию прорисовывать, собственно, для разработчиков, которые уже столкнулись хотя бы когда-нибудь с идеей получения головных болей визуализации, встраивания некой логики приложения на стыке с некими данными, которые должны в это приложение загружаться в разными источниками, необходимости сочетания этого функционала между собой, это, собственно, как раз решение всех проблем, потому что клик-кор как раз позволяет отвязать логику работы с данными и логику модели данных от интерфейсов приложения, от бизнес-сценариев, которыми работают сами пользователи, собственно, изолируя данные от вот этой вот визуальной логики, но при необходимости стыкуя ее в тех вещах, которые, собственно, необходимы именно в рамках конкретного разрабатанного приложения. Если говорить на весь стэк продуктов, соответственно, в итоге после выпуска клик-кор, то можно сказать, что у нас есть клик-сенс-энтерпрайс, полнофункциональный, все есть, как говорится, из коробки бери, и функционал создания работы с приложениями, и вопросы администрирования, и самообслуживания, и все то, что я уже проговорил раньше. Есть клик-аналитикс-платформ, как инструмент, фактически, в котором вырезана визуальная часть, но оставлен сам движок, плюс административные вещи, подвизионирующиеся как платформа для веб-разработчиков, для создания веб-сайтов, где, собственно, почему визуальная часть вырезана, связанная с интерфейсами пользователя, потому что обычно в таких встраиваемых решениях обычно сами веб-разработчики говорят, да у нас все есть, у нас свой брендированный сайт, свои способы представления информации, нам не нужны ваши базовые объекты визуализации, мы сами все напишем в соответствии с нашими требованиями по брендированию нашего сайта. Нам нужны просто API-интерфейсы и физически работающий быстрый движок с данными. Вот для таких, собственно, предназначен клик-аналитикс-платформ. Ну, а те, ну, естественно, его нужно администрировать, масштабировать, кластеризовать, поскольку пользователей может быть много. Ну, а те, кто опускаются еще ниже уровнем как раз и говорят, слушайте, да нам и администрирование не нужно, мы сами в рамках нашего разрабатанного приложения все это разработаем так, как нам нужно, то есть нам нужно встраиваемое решение, то вот сам движок в минифицированном виде в контейнере докера, он, собственно, и был назван клик-кор, и существуют правила его лицезирования по потреблению этого, собственно, движка на уровне потребления, и, собственно, позиционирование продуктов по уровню программирования, вот как я здесь нарисовал, клик-сенс без программирования, техническая разработка, ну, имеется в виду веб-разработка, нужна для клик-аналитикс-платформ, для того, чтобы сделать некий интерфейс пользователя, ну, а клик-кор, он только для программистов, поскольку единственный способ взаимодействия с этим движком это только API-интерфейсы, никаких визуальных интерфейсов в нем нет изначально. Как это продемонстрировать? Дабы не связываться сейчас с инфраструктурой и качеством интернета, я с одной стороны покажу простенький видеоролик, который продемонстрирует нам, как работает, собственно, публикация приложений в вот это вот клик-сенс фойластик архитектуре. Еще раз у нас здесь есть, вернусь в начало, у нас есть стандартный интерфейс хаба клик-сенс, развернутого на Windows, ничего здесь нового нет, это то, что есть, существует сейчас. И вот здесь вот в отдельном окошке показывается терминал, собственно, Linux контейнера, точнее, Linux кластера с инфраструктурой, управляемой на основе контейнеров Docker и Kubernetes, на котором, собственно, в контейнере тоже работает экземпляр клик-сенс интерпрайз, он называется клик-сенс интерпрайз фойластик. Это дистрибутив, который может быть вам доступен, может быть вам и установлен, собственно, в рамках той же лицензии, что очень важно, которая у вас сейчас уже есть, я имею в виду у тех, у кого есть лицензии на клик-сенс, и может быть использована вами для масштабирования на том оборудовании, на котором развернете, собственно, вот этот Linux кластер с использованием контейнеров. Что развернутся в этом кластере с точки зрения технологий? Развертывается, ну и я показываю сейчас только вот этот сценарий, то есть развертывание клик-сенс именно в неком облаке, который может быть публичным, например, Amazon, или, собственно, Azure, например, или это ваше собственное облако, например, там, или арендованный, например, там, у Mail.ru, предположим, на территории Российской Федерации. Соответственно, первое, с точки зрения техники, должен у вас присутствовать дистрибутив клик-сенс интерпрайз версии июня 2018 или выше. Какой-нибудь из дистрибутивов Linux, который вам больше нравится, например, CentOS, или коммерческий, например, Red Hat. Ну и, собственно, должна быть развертая инфраструктура Docker, Kubernetes. В общем случае сейчас это уже несложно делается. Ну и вот то, что сейчас демонстрируется здесь на видео, дается команда с отображением списка тех контейнеров, которые запускаются в этом экземпляре операционной системы Linux. Ну и здесь можно посмотреть на разные контейнеры, их тут достаточно много, поскольку весь функционал клика он разнесен по разным контейнерам с точки зрения масштабирования. То есть это еще раз уровень микросервисов. То есть клик-сенс разбит на кучу микросервисов, которые знают, как взаимодействуют друг с другом, но каждый из этих микросервисов может запускаться на разных узлах, тем самым обеспечивая эластичное масштабирование при увеличении нагрузки. Соответственно, вот он Engine, например, один контейнер сейчас тут запущен. Есть, собственно, сервис, который называется Edge. Тут два, это то, что называется Proxy в стандартной терминологии. Клик-сенс интерпрайз. Есть здесь, например, там база MongoDB, которая хранит конфигурацию, например, приложений, которые работают внутри контейнера. Есть здесь, например, клик-сенс клиент. Это, собственно, библиотеки визуализации, создающие возможность прорисовки всех тех визуальных интерфейсов, диаграмм и так далее. И есть, например, сервис, то, что называется Policy, который управляет дистрибуцией приложений, перенося их с одного облака в другое, тем, чтобы пользователи, подключаясь к различным инсталляциям вашего клик-сенса, могли, тем не менее, прозрачным образом видеть приложения, которые привычные, могли ими пользоваться. Дальше, собственно, идея очень простая. С точки зрения интерфейса нам же не задача погрузиться детально в технические дебри. Те, кто захочет, можете познакомиться с этим, в документации есть, попробуйте сами установить. А с точки зрения логики, логика очень простая. Если мы говорим о том, что мы хотим опубликовать некое приложение, то вот сейчас на отдельной страничке веб-браузера открыт хаб новым его представлением, как он существует в продукте Clicksense for Elastic, так называемый, то есть на Linux-платформе. Визуально этот хаб немножко отличается от того, что вы видели в Clicksense Enterprise for Windows. Отличается он несколькими вещами. Немножко видоизменена концепция отображения приложений. Появилось понятие не потоков, как это существует в Windows, а коллекции приложений. Что такое коллекция, я чуть позже скажу. Более универсальная такая категория. Ну и плюс ко всему этот интерфейс хаба будет в дальнейшем использован и для портирования у него дополнительного функционала. То есть это некий универсализированный хаб, который работает на любой операционной системе, имею в виду в контейнерах Linux или на Windows. И в дальнейшем у него же предполагается в некой удаленной перспективе встраивать интеграцию с функционалом порталов и собственно импринтинг, и ClickView и так далее. Но это дело перспективы несколько удаленной. То есть это некий портал, который будет присутствовать в последующих версиях. Так вот, если мы говорим об этом портале, то очевидно, что для того, чтобы он заработал, существуют интерфейсы, в том числе и графическое администрирование, которые позволяют этот экземпляр ClickSense в этом облаке настроить и интегрировать с вашей Windows инсталляцией. Собственно, сейчас здесь просто показывается форма с некими дополнительными настройками. Прелестью является то, что, еще раз подчеркну, что несмотря на физически разные инсталляции ClickSense for Windows и ClickSense for Elastic, работающие в контейнерах Linux, это на разных, собственно, машинах, на различных инфраструктурах работающие сервисы, для пользователей они используют единую лицензию, то есть существует единая инфраструктура лицензирования, и существует, соответственно, единая инфраструктура управления всеми приложениями. Соответственно, дальнейшее то, что будет показано в видеоролике, это то, что пользователь, возжелавший созданное приложение, которое сейчас существует в его собственном рабочем пространстве, опубликовать для других потребителей, делает две вещи. Во-первых, обратите внимание, без консоли администрирования прямо в интерфейсе пользовательского приложения портала настраивает то, к какой коллекции будет принадлежать приложение. Коллекция – это некая группа настроек, говорящая о том, на какие центры обработки данных, то есть в какое облако будет дистрибутироваться приложение, кто будет иметь к нему доступ, в данном случае, и как будет называться эта коллекция. Итак, публикуем приложение в коллекцию финансы, предоставляем доступ всем, группе Everyone, ну и куда отправляем? Отправляем на, обратите внимание, инфраструктуру Local Elastic, в данном случае развернутую в контейнерах, в той виртуальной машине Linux, которая есть. Для того, чтобы по настройкам этой политики приложение начало свою дистрибуцию, мы должны его опубликовать, публикуем мы его, обратите внимание, опять же, прямо из интерфейса пользователя. Приложение исчезает из потока его собственной работы, появляется в опубликованном потоке EveryOne, там, где мы захотели его увидеть. И точно так же после обновления странички на, собственно, Кликсенс хабе, на развернутом в контейнерах Docker, мы видим это приложение, там появляются дополнительные, в том числе, интерфейсы по совместной работе, там, ранжированию приложений, если нужно. Но суть заключается в том, что для, когда пользователь щелкает по этому приложению, в этой же инфраструктуре контейнеров разворачивается динамически нужное количество контейнеров под появляющие запросы пользователей, в них загружается полноценное приложение Кликсенса, дистрибутированное средствами самого Кликсенса на этот кластер в инфраструктуру Linux Docker, и, собственно, пользователь получает возможность в браузере работать со стандартным приложением, как если бы он работал в привычном виде на Windows. То есть с точки зрения пользователя здесь никаких отличий нет, но с точки зрения администрирования вы полностью контролируете процесс, как того, куда, кому публикуется приложение и на какой физической инфраструктуре они работают. Вторая вещь, которую можно просто показать, что, опять же, не тратить долго времени, потому что те, кто разработчики, сами захотят с этим наверняка поводиться, есть, соответственно, сайт, который называется CoreClick.com, где создан целый сайт для разработчиков, описывающий, что это такое, как это использовать. И, собственно, здесь же можно посмотреть примеры приложений. Ну, вот сейчас, например, откроем какое-нибудь приложение, которое разработано полностью на Кликсенс Core, то есть это фактически некое веб-приложение, имеющее собственный абсолютный интерфейс, крутящийся, собственно, в контейнерах, но логика работы с данными реализована в той логике, которая, собственно, свойственна именно Клику. Здесь речь идет о сценарии урбанизации, ну, собственно, то есть жизни в городах для различных стран африканского континента. Очевидно, здесь точно так же вся эта ассоциативная логика работает, но и можно, в принципе, там даже запустить какое-то видео по годам, как это все изменялось. Очевидно, что могут быть разные странички, например, да, с отображением разного вида информации, которая пересчитывается, но смысл заключается в том, что это полностью заказное приложение, написанное на стандартных интерфейсах языков, HTML, CSS и, соответственно, JavaScript, и работа и обработка данных в котором реализуется движком Кликкор, который работает в фоновом режиме и позволяет обеспечивать всю вот ту интерактивность работы с различными наборами данных. Поэтому, в принципе, если говорить о том решении, которое было показано в качестве демонстрации на конференции ClickConnections в этом году, собственно, коллеги демонстрировали масштабирование и развертывание инфраструктуры, вот это ClickSense for Elastic в контейнерах с увеличением потока пользователей, которые массово начинают приходить на ваши сервера, например, на 100 тысячах пользователей и, собственно, развертывание динамической инфраструктуры на вот этом кластере Kubernetes в контейнерах занимало меньше 10 минут, собственно, для 100 тысяч пользователей. Соответственно, по снижению этого запроса эти контейнеры благополучно убирались и, собственно, вы можете понимать, что для большинства из вас, для большинства ваших организаций, собственно, это даже те объемы, которые, наверное, не будут востребованы не то, что сейчас, но, может быть, на несколько последующих лет. Поэтому, в принципе, для ваших возможностей, даже если вы будете позволять работать с вашими данными не только сотрудникам вашей организации, но и привлекать внешнюю какие-то аудитории ваших контрагентов, интернет-пользователей там и так далее, это позволит не бояться за то, что инфраструктура клика сможет поддерживать и то количество пользователей, которые вы сами себе даже теоретически просто пока придумаете. Последняя вещь моего рассказа будет касаться третьей составляющей, которая обязательно должна учитываться в части возможности вот этой вот идеи демократизации данных, потому что мы уже обсудили идею упрощения интерфейса для пользователей, подсказка им, привлечения и увлечения большего количества пользователей. Мы проговорили идеи, связанные с тем, что инфраструктура должна масштабироваться под любое количество пользователей, и это то, что называется кликсенс фой эластик. И третья вещь, мы должны иметь возможность поддерживать масштабирование данных, которые, как мы уже обсуждали, де-факто просто накапливаются в диких объемах, пока мало кто знает, что с ними сделать, но все ожидают, что когда-нибудь это поможет, эти объемы данных. Поэтому и с этими объемами данных нужно работать. Что в этом направлении делает клик? Соответственно, идея клика заключается в том, что клик с точки зрения идеи работы с данными, как мы считаем, сотворил очередную революцию, заключающуюся в следующей простой вещи. Сейчас те ограничения технические, которые вы, наверное, знаете, которые существуют просто в самом движке кликсенса, запущенного на одном сервере, заключаются, например, в том, что в одном поле может быть не более 2 миллиардов уникальных значений. В принципе, этого большинства заказчиков хватает. Почему? Потому что, еще раз подчеркну, речь идет о уникальных значениях, поэтому есть заказчики, которые работают с единицами миллиардов записей в интерактивном режиме, у кого-то, как правило, до 10 миллиардов записей, и это работает. Но вопрос даже здесь не в количестве уникальных записей, а вопрос в том, что стандартный сейчас существующий кликсенс или криквью с точки зрения самого технического движка ограничены ресурсами одного того сервера, на котором он запущен. Поэтому, если вы сталкиваетесь, например, с каким-то действительно чрезмерным, безразмерным приложением, то если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда физически тот объем данных приложения, который вам нужен для работы, не загрузить физически на этот сервер, то ли потому, что памяти не хватает, сколько бы ни напихали, либо просто начинает пасовать процессор, потому что вы заложили много данных, какие-то сложные варианты расчета, и просто интерактивность расчета этих данных на таких объемах начинает страдать, то есть, конечно, существующие архитектурные подходы, позволяющие пользователю работать с данными в цельном восприятии, но частично. Это то, о чем часть докладчиков сегодня говорила. Создавать цепочки приложений, использовать механизм application on demand generation. То есть сценарий работы с этими данными уже есть. Но мы это смотрим в будущее и говорим о том, что, в принципе, есть сценарии, тем более, что нынче модная тема ходупы, ускорители, спарки и так далее. То есть речь идет о том, что создаются сценарии, пусть они достаточно дорогие с точки зрения оборудования, но в которых, в принципе, возможно работать с данными, рассчитываемыми в десятки миллиардов записей, и хотелось бы работать с этими десятками миллиардов записей или большим объемом в идеале предоставить в том же интерактивном режиме, как сейчас это происходит с сотнями миллионов или единицами миллиардов записей. Но там уже дальше каждый такой порядок, он, собственно, существенно усложняет систему. То есть идея именно в том, чтобы движок клика распараллелить и позволить ему параллельно делать что-то на разных узлах кластера, с тем, чтобы его параллельная работа позволяла параллельно обслуживать больше объема информации и, сохраняя пользователю ту самую интуитивность, к которой все привыкли, к кликсенсе, цельность модели и интерактивность, позволять работать с увеличивающимися объемами данных, измеряемыми десятками и сотнями миллиардов записей. Во что это превращается? Ну то есть идея следующая еще раз. Вот то, что есть сейчас слева, один из сценариев работы с большими данными, когда у нас есть данных много, которые физически, либо по сложности расчета, либо по объему, либо по другому критерию, не помещаются в одно приложение, и мы пользователю предоставляем возможность с одной стороны интерактивно отбирать нужное ему сочетание измерений, ну например, там, не знаю, даты, регионы, товарные группы, контрагентов и так далее, то есть любые сочетания, смотреть, сколько под этими сочетаниями лежит записей, и дальше говорить, вот именно то сочетание, которое я сам захотел, не которое мне Вася там запрограммировал, а вот которое я сам захотел, которое, на мой взгляд, позволит мне отработать текущую гипотезу, которая в данный момент возникла у меня в голове, я нажимаю кнопку, и по этой кнопке что делается? Берутся мои текущие отборы, идет запрос на кликсенс, и кликсенс забирает в аналитическое приложение, создает аналитическое приложение, захватывая кусочек из того репозитория ваших больших объемов данных, которое и создает в виде готового аналитического приложения с нужными объектами визуализации, где пользователь в стандартной ассоциативной модели с максимальной степенью гибкости исследует тот набор данных, который он для себя отобрал. Если ему это не нравится, он повторяет, собственно, запрос, он говорит, что я хочу теперь на любом другом сочетании каких-то моих измерений, нажимает кнопку и получает новый экземпляр приложения, в рамках которого, собственно, играет со своими данными. Естественно, этот процесс управляемый, напомню тем, кто не знает, те, кто захочет познакомиться в документации, все есть. Если нужно будет показать, зайдите ли вы меня, либо партнеров, все это рабочая архитектура, и она управляемая не только с точки зрения интерфейсов, но и с точки зрения системных администраторов. То есть это контролируемый процесс, где вы можете управлять тем, какое количество ресурсов на ваших серверах вы сможете использовать, и, собственно, какого объема может быть вот этот вот кусок, исходя из сложности ваших моделей, исходя из количества доступных ресурсов на ваших серверах. Но проблема заключается по-прежнему в том, что пользователь хоть и может исследовать любые сочетания данных в любых придуманных им вариантах, но только вот такими кусочками. Это может быть любой кусок, любое сочетание данных, но не все данные целиком. Соответственно, идея того, что назвали Associated Big Indexing, соответственно, по первым буквам сокращения ABDI, соответственно, эта идея распараллилить возможность работы движка клика по нескольким узлам в кластере кликовском, с тем, чтобы пользователи имели возможность работать со всей информацией, как минимум видеть вот те сочетания зеленый, белый, серый взаимоотношений между данными на объемах данных, как я говорил, исчисляемых десятками миллиардов записей. Ну, а дальше в идеале их и визуализировать в каких-то объектах визуализации. На самом деле клик, почему я говорю, что сотворил в очередной раз революцию, потому что, в принципе, если сравнивать с существующими in-memory движками, которые существуют у разных производителей, ну, правда, по словам in-memory каждый понимает свое что-то, да, но, в принципе, если проводить, например, исследование по скорости вычисления, по скорости агрегации данных, там, например, по наличию возможности отображения логических зависимостей, ну, собственно, серый, зеленый, белый, то, что вообще является уникальной характеристикой клика, по гибкости и скорости работы движка отрисовки данных и по степени интерактивности возможности взаимодействия с объектами визуализации, в принципе, и сейчас клику нет равных, да, но клик, собственно, на этом не остановился, сказал, мы в очередной раз, собственно, перелопатили наш собственный движок, а в очередной раз было придумано несколько проведено научных исследований, появились очередные несколько патентов, которые теперь защищают эту технологию ассоциатив, big data indexing, которые позволили сделать следующую вещь, сейчас не пугаетесь, те, кто не работает с какими-то языками типа SQL Select или, может быть, никогда не писал какие-то формулы. Идея заключается в том, что клик решил подойти к работе с моделью данных нестандартным образом, потому что, если говорить о технической реализации, первая мысль напрашивает следующее, ага, раз движок мы можем распараллелить, как-то договориться, как разные части работают на разных серверах с общим набором данных, то, наверное, естественно, речь идет о каком-то индексировании, то есть наши движки как-то там индексируют что-то. В классических базах данных и в существующих in-memory движках разных производителей это классическое индексирование по конкретным таблицам конкретных ваших наборов данных. Клик пошел здесь дальше и говорит, слушайте, прелесть не в индексировании конкретных колонок, конкретных таблицах, потому что это стандартная головная боль для пользователя, вы что им будете объяснять, по какому полю вы что-то там проиндексировали, в каком источнике это лежит и так далее. Это не работает в принципе. А что работает? А работает работа с нашими данными как с единым множеством данных, так как это существует в любом приложении ClickSense. И поэтому, когда мы говорим о работе индекса, вот этого, собственно, кластеризации индекса, который индексирует эти десятки миллиардов записей в технологиях Associated Big Data Index, речь идет о том, что вы подключаетесь и, собственно, к этому индексу, который индексирует не просто какие-то там колоночки в каких-то источниках, а он индексирует всю модель ваших данных, то есть Click предполагает, что в качестве источника ваших данных лежит не одна большущая какая-то таблица, а опять же неограниченное количество таблиц с потенциально неограниченным количеством данных в каждой из них и, собственно, использование вашего индекса превращается в обращение к вашим данным не путем обращения к конкретным таблицам и названиям их, а путем обращения просто к множествам данных, так как это существует сейчас в Click, и те, кто когда-нибудь разрабатывал приложение в ClickSense и когда-нибудь сталкивались с языком описания множеств, ну, хоть какие-нибудь формулы писали в объектах визуализации, для вас это будет прекрасно понятно, что фактически работа с этими Big Data, вот этим репозитарием Big Data идет в абсолютно той же идеологии, дальше покажу на следующем слайде, как вы работаете с сет-анализом, с управлением множествами в обычных, привычных объектах визуализации. Но только теперь речь идет не о работе с десятками и сотен миллионов записей, а с десятками и большим количеством миллиардов записей. Собственно, вот так может выглядеть собственно описание обращений к репозиторию, в частности вот собственно обращение какой-то модели, которая говорит о том, что мне необходимо выбрать подмножество данных, определяемые, например, каким-то регионом, какими-то продуктовыми группами там и так далее. Я сейчас не буду, естественно, заниматься там тренингом, объяснять, что здесь значит, не собираюсь никого пугать, но те из вас, кто когда-нибудь писал формулы в клике в терминах сет-анализа управления множеством, он увидит очень много знакомых для себя вещей и поймет, что это в общем-то то же самое. Как это работает все? Опять же, не буду грузить техникой, но чтобы было понимание. Еще раз, индексируется вся модель, скольки бы она источников у вас не состояла, скольки бы там у вас объемов данных не были. Соответственно, вот этот вот слой ассошиатив бигдейт и индекс на данный момент это отдельный продукт клика, то есть это некий такой совершенственный движок, но если хотите, назовите его там 3, 0, 10, 0, неважно, то есть это необычный движок коликсенса. Технически это технология, которая опять же базируется на технологии микросервисов, то есть, собственно, сервисы индексирования работают в тех же самых масштабируемых контейнерах докер, соответственно, на масштабируемых кластерах линукс. И с точки зрения логики, но если совсем упрощать, есть две категории индекса, один индекс, это кластер вот таких движков в контейнерах работающих, который натравливается на ваш источник большими данными, который сидит рядом с ним физически и просто строит индекс по всей модели, и, собственно, при этом данные никуда не копируются, они остаются в источниках, просто по ним строится индекс. А вторая часть этого кластера, индексирующего, это кластер, опять же, точно так же эластично масштабирующий, но который обслуживает пользователей, который пользуется тем индексом, который собрал для него предыдущий вот этот, собственно, движок индексирования. И этот движок тоже обработки запросов пользователя эластично масштабируется для того, чтобы если сегодня с ним работает один пользователь, можно было обслуживать запрос параллельно от одного пользователя, а если тысяча пользователей, то параллельно запрос от тысячи пользователей. Но идея заключается в том, что вся идеология работы с ассоциативной моделью остается абсолютно той же самой, которая существует сейчас в наших привычных приложениях ClickSense. При этом этот индексер можно использовать как в режиме живом, когда вы просто-напросто на 10 миллиардах, например, записей играете в зеленое, серое, белое, смотрите сочетание между этими записями, можете понять, что с чем связано или не связано. На данный момент никто на рынке вообще на таких объемах такой скоростью, собственно, показывания взаимосвязи данных не может обеспечить. Существует режим, который позволяет вам этот индекс использовать не вживую, собственно, а использовать для загрузки большего или меньшего объема данных в ваших приложениях. С использованием стандартного скрипта, но конструкции которого пишутся в терминах сет-анализа, в режиме уже привычных работающих в сетях инструментов загрузки данных по требованию, ну и точно так же, ну, как я говорил, живой режим, да, точно так же можно использовать стандартный режим, никто вас не ограничивает по загрузке данных из вашего, собственно, там, хранилища, например, на хадупе, да, с использованием обычного классического ETL-движка, который существует в ClickSense. Что существует в этом продукте с точки зрения текущей его реализации, то есть продукт уже живой, он выпущен был в качестве готовой технологии вместе с сентябрьским релизом ClickSense. Он пока, тем не менее, не предоставляется на открытый рынок, поскольку, скажем так, ну, сложность и объем настроек, который требуется для создания вот этих распределенных кластеров, пока все-таки не доведен еще до уровня, ну, скажем так, среднестатистического базового заказчика. Поэтому Click распространяет и работает сейчас с этим движком, но в следующем случае, как минимум, до первого квартала следующего года в режиме выбора заказчиков, которые говорят, мы готовы, собственно, попробовать эту технологию, нам это интересно. У нас речь идет о работе, как минимум, с несколькими миллиардами записей. Меньше миллиардов записей нас не интересует, это неинтересно Click. И, собственно, в рамках таких услуг, собственно, привлекается Click Consulting, где на инфраструктуре заказчика создается, собственно, вот этот эластичный кластер в контейнерах Linux, на котором настраивается вот этот слой индексирования и который позволяет, собственно, работать с большими данными в привычном, с точки зрения интерактивности, скорости интерфейсе Кликсенса. Соответственно, для чего я здесь описал вот эти планы? Просто лишь для того, чтобы подтвердить, что эти планы, на самом деле, были озвучены еще в начале этого года, они выполняются. В первом, собственно, квартале там было ограничение по определенным форматам файлов, с которыми Клик был готов работать и режима, который готов работать. Соответственно, стадию альфа-бета прошли в сентябре, соответственно, мы вышли на продуктивную версию, но пока с ограниченным количеством заказчиков. И, собственно, сейчас мы находимся вот в этой ситуации, когда для ограниченного количества заказчиков мы предлагаем такие проекты. Если кого-то заинтересует из вас вот такой сценарий на таких объемах данных, это не означает, что мы сразу готовы будем работать. В любом случае, это нужно будет привлечение Клик-консалтинга. Это платная услуга, но если кого-то заинтересует деталь, можем уже в кулуарах обсудить. Знаете просто, что такое есть. В принципе, можете стать одним из первопроходцев, которым будут доступны такие инструменты по работе действительно с большими объемами данных, которых нет пока ни одного другого вендора. Ну и в заключение, собственно, подводя итоги к тому, что я рассказал, тренды, о которых уже проговорили, демократизация данных. То есть мы говорим о том, что мы движемся в сторону того, чтобы позволить организации выбирать самим, кому предоставлять доступ к тем данным, которые есть. За счет этого доступа данным обеспечивать повышение грамотности работы в организации, грамотности бизнес-процессов, грамотности понимания данных. Собственно, научить как можно большее количество или побудить как можно большее количество людей думать, а не просто выполнять какие-то механистические действия. Я думаю, не надо там очередной раз вам рассказывать статистику, которую сейчас все говорят о том, что через какое-то количество лет большинство рутинных операций конвейерных отомрет, то есть там, где мозг не нужен, там все, что можно автоматизировать, так или иначе будет автоматизироваться. Поэтому, если хотите, собственно, выбирать из ваших сотрудников, и сами хотите становиться им по максимуму, то этот максимум достижим только лишь путем увлечения активных мыслительных процессов. Ну и, собственно, это делать можно на тех данных, которые у вас же есть в вашей организации. Ну и с точки зрения упрощения вещей, это, как я говорил, augmented intelligence, собственно, дополненная аналитика, которая приводит возможность работы с данными, доводит до уровня пользователей совсем начинающих, которые вообще не об этом ничего не слышали, но хотел бы уже начать что-то делать, а потом уже на основе этого опыта накопить опыт и работать, начать более профессионально. Ну и третья составляющая – это инфраструктурная вещь, которая позволяет будет масштабироваться и уже позволяет масштабироваться, как в части фактически неограниченных по современным меркам объемов данных, так и в части неограниченных по современным меркам объемов пользователей, потребителей той самой информации, которым вы хотите эти данные предоставлять. Вот это вот то, с чем мы работаем уже сейчас, то, что есть в виде готовых технологий, в виде продуктов, то, с чем мы будем работать и в ближайшем будущем. Ну, а, как уже говорил, для вас это, собственно, возможно быть уверенным в том, что все то, что вы сейчас видите хорошего и полезного, то, что сегодняшние докладчики уже проговаривали в совершенно разных сценариях применимости к своим бизнес-задачам, оно будет действовать и дальше, и вы можете спокойно использовать Кликсенс не только как стартовый какой-то шаг, но и, в принципе, как технологию, позволяющую вам достигать любых задач в рамках любого роста вашего бизнеса, в рамках любого роста как масштаба бизнеса, так и сложности его бизнес-задач. Вот, собственно, об этом мне хотелось рассказать. С учетом того, что у нас с вами до шести часов еще осталось время, можете попытаться его использовать с пользой и позадавать мне любые вопросы, как технические, так и не технические. Собственно, призываю вас быть активными. В чем принципиальное отличие Кликвью от Кликсенс? Спасибо. Леш, можешь еще один микрофончик взять? Спасибо. Если коротко совсем, два шага назад просто история, если вспомнить, то Кликвью начинал рождаться в 90-х годах. И, очевидно, тогда, когда он был создан, очевидно, он создавался в тех технологических укладах и условиях, которые существовали по состоянию на 90-е годы и начало 2000-х годов. Ну, к примеру, все мы знаем, что там не было никаких мобильных устройств. Все мы знаем, что мысли даже в голову не приходило о том, что эти еще не существующие мобильные устройства могут иметь разный форм-фактор, переворачиваться разные режимы разрешения. О тач-интерфейсах тоже разговор не шел. Никому в голову не приходила необходимость встраивания кликовских приложений или тем более отдельных объектов визуализации в какие-то там сайты, порталы или бизнес-приложения. В принципе, не шла речь о селф-сервисе, самообслуживании, потому что всегда считалось во всем чифте времена, что данные где-то там в базе данных лежат, это сугубо айтишники, вот пусть они с этим возятся. То есть фактически продукт создавался в тех, скажем так, идеях и ограничениях, свойственных именно тому времени. И уже, в принципе, даже в то время кликвью, тем не менее, был революционным продуктом, потому что в 92-х тысячные годы, если кто-то вспомнит технически, какое многообразие было веб-браузеров, их версии, в которых требовалось предоставить возможность работать с тех же даже мобильных устройств, что это первое фактически сделал в части бизнес-аналитики именно клик, уже, в принципе, тогда можно было памятник поставить разработчикам, которые умудрились это сделать. Но, тем не менее, по факту, с чем столкнулся клик, он сказал, говорит, ну, наступили 2010-е годы, надо переоценить изменившиеся условия, смотрим, ага, появилось многообразие устройств, которые дальше не мыслили, разные форм-факторы, тач-интерфейсы, совершенно другой уровень интерактивности, совершенно другой уровень потребности к встраиванию систем. Нужны API-интерфейсы, нужно автоматическое масштабирование объектов визуализации, нужно какое-то то, что мы сейчас говорим, машинная аналитика, дополненная аналитика и так далее, то есть куча идей, которые хотелось бы реализовать. Ну и клик, в общем, как любой разработчик, стал перед дилеммой. А что делать-то? Есть классный продукт, у которого конкурентные преимущества до сих пор действуют, несмотря на то, что сейчас 2018 год, а не 90-е годы. И, тем не менее, дилемма такая, можно в существующий продукт попытаться в его архитектуру 90-х годов впихнуть все то, что, собственно, стало де-факто требованиями современных 2000-х годов, и при этом есть вероятность, что не получим чего-то хорошего и поломаем то, что есть. Либо второй вариант разработать совершенно новый продукт, но уже на новой технологической платформе, на новом технологическом укладе с учетом всех технологических каких-то требований, которые свойственны современному миру. Поступили именно вторым путем. При этом, естественно, речь была о том, чтобы с одной стороны не копировать продукт, то есть перенеся его на новую технологическую платформу, а взять из него только все наиболее востребованное, скажем так, самое интересное, самое востребованное и так далее, с тем, чтобы позволить пользователям, раз уж меняется технологический уклад, в том числе и изменить концепцию работы с данными. Поэтому по факту имеем сейчас и ClickView, и ClickSense. И если говорить о том, чем они отличаются и что у них схожее есть, то схожим является одинаковая абсолютно модель и логика работы с данными, одинаковые принципы загрузки и хранения данных, то есть они на 100% совместимы. Вы можете загружать данные в ClickSense, использовать их в ClickView и наоборот загружать из ClickSense, из ClickView использовать в ClickSense. Но разница заключается в том, что, например, если в ClickView не было фактически никаких интерфейсов для разработчиков, то ClickSense, его движок, это в первую очередь движок, который как паучок весь обвешан API интерфейсами. Те, кто является разработчиками, не дадут соврать, что сейчас с ClickSense программист может делать вообще все, не открывая ни одной графической утилиты. То есть с нуля программными интерфейсами создавать приложение, подключаться к источникам данных, загружать данные, создавать модель данных, создавать визуализацию, динамически изменять отборы, то есть создавать полноценное веб-приложение, которое будет обладать тем уровнем интерактивности, который вы видите в приложении ClickSense. В ClickView этого в принципе нет. Автоматическое масштабирование, интеллектуальные объекты визуализации, это тоже есть в ClickSense, этого нет в ClickView. Что же осталось в ClickView? Почему его по-прежнему используют пользователи? Дело в том, что классические в 90-е годы, ну вы сами вспомните, наверное, там для большинства заказчиков, кто не очень еще активно использует ClickSense или ClickView для сценариев самообслуживания, подтвердят, что большинство таких сценариев, которые они реализовывают в ClickView, относятся к тому, что мы называем guided analysis, то есть некая направленная аналитика, когда вы за пользователя создаете некие, назовем так, дашборды, совокупности объектов визуализации, вы за него решаете, как и на какие вопросы он будет отвечать, вы рисуете кнопочки, программируете под ними какие-то действия и закладываете эту логику за него. В каких-то случаях это хорошо, в каких-то случаях не очень. И, соответственно, для таких сценариев направленной аналитики, что очень важно, нужно, чтобы было огромное количество разных функциональных объектов визуализации с огромным количеством вариантов настроек, позволяющих учесть потребности каждого пользователя, вплоть до нюансов цветов, брендирования, конкретного поведения кнопочек и так далее. Поэтому, если сравнивать кликсенс и кликвью просто на уровне, например, гибкости объектов визуализации, то, открыв просто в тупую объект визуализации кликсенс, предположим, хоть он и стал более интеллектуальный, сам что-то подстраивается, большинство настроек делает сам, но по возможности гибкости настроек конечному пользователю, условно говоря, доступно 50-100 настроек. Если вы откроете аналогичный объект кликвью, то за 25 лет развития этих объектов визуализации вы увидите там, как минимум, 500 настроек, а их сочетания дадут еще большее количество комбинаций. Поэтому, если вам нужен вот такой вот гайдд аналайзис, когда вы за пользователя хотите создать некую поведенческую модель, запрограммировать ему кнопочек, чтобы он нажимал, и ему было счастье, в плане представления, визуализации информации, то это, естественно, кликвью. Если же вы по-прежнему кликвью, если вы говорите о том, что у меня приоритеты немножко другие, может, мне такая логика когда-нибудь понадобится, но я сейчас сам еще, в принципе, только начинаю работать с аналитикой, и мне нужно максимально вовлечь пользователей в работу с интерфейсами, вот тот целый сервис BI, то, что я говорил, работа на мобильных устройствах, встраивание в приложения там и так далее, то, очевидно, это кликсенс, потому что у него этот инструментарий готовый есть, а кликвью в принципе нет, и он там не появится. Меня, во всяком случае, небольшое отступление сделаю, порадовало то, что вчера буквально на сайте комьюнити, клик комьюнити от официальной группы рассылки клика пришла статья, на мой взгляд, очень четко дающая картину о том, собственно, каково позиционирование кликвью и кликсенса на рынке. В принципе, все это уже подразумевали, да, за предыдущие годы уже поняли, куда идет, куда дует ветер, но там это уже четко описано, я это вчера первый раз увидел за рамками как бы маркетинга, который там есть. Это то, что кликвью остается действительно серьезным инструментом, у которых заказчиков существует огромное количество наработок. И пока они не могут перенести вот с той же степенью гибкости настроек эти вещи на кликсенс, да, мы будем продолжать поддерживать и развивать кликвью в части его расширения, масштабирования, поддержки, собственно, устранения каких-то недочетов, да, адаптации там новых библиотек. Ну, например, ноябрьская версия кликвью, если кто не знает, там, ну, поскольку продукт очень давно разрабатывался, да, и там разрабатывался на платформе Windows, то он использовал библиотеки Microsoft, да, в том числе для визуализации, да. В принципе, Microsoft, выпуская свои библиотеки, имеет право поддерживать столько, сколько он считает их нужным. Поэтому, например, там в прошлом году пригласилась поддержка ряда визуальных библиотек Microsoft, и клик вынужден был переписать это на другие виды библиотек, да, поэтому там, например, ноябрьская версия кликвью этого года, она выйдет на более новых библиотеках визуализации. Это не означает, что там появятся какие-то супер дополнительные возможности в самих визуализации, но речь идет о том, что мы продолжаем поддерживать платформу с тем, чтобы она оставалась актуальной, работоспособной и поддерживаемой в техническом плане. И будем это делать до тех пор, пока зрелость кликсенса не достигнет того этапа, когда пользователи, заказчики скажут, слушайте, ну, есть два варианта. Либо мы понимаем, что в кликсенс функционал сравнимся по гибкости с точки зрения решения бизнес-задач с кликвью, либо второй вариант, а нам, собственно, и не нужны вот такие вот там гайды на лазис, да, сложные, да, вот, которые есть сейчас в кликвью. На самом деле, правда, где-то посерединке, да, то есть на данный момент мы поддерживаем оба продукта, с другой стороны, всячески их пытаемся сращивать в тех частях, где это возможно. То есть, как я говорил, единый движок у них сейчас, да, точно так же в плане, например, портала, то, что мы говорим, мы говорим, слушайте, сейчас вот у нас появился вот этот кликсенс фойластик, да, новый вид портала. Дальше будет идти разработка о том, чтобы для заказчиков, у которых используется по факту и кликвью, и кликсенс, просто под разные сценарии, да, под разных бизнес-пользователей. У них был общий портал, где они заходят на этот портал, и, собственно, пользователь не задумывается о том, что это за продукт, но очевидно, что щелкает по соответствующему приложению и обслуживать его начинает там соответствующий сервер кликвью или кликсенс. Более того, дальше идея следующая, но это пока так, это на будущее в виде перспектив, никаких обещаний. Речь идет о том, что раз движки одинаковые, то, в принципе, никто не мешает и кликвью портировать, собственно, в те же контейнеры докер, да, и, собственно, точно так же эластично масштабировать, но не с целью добиться того же самого эффекта, что и в кликсенс, а с целью того, чтобы упростить пользователям и заказчикам перенос старой инфраструктуры кликвью на более новую платформу, так, чтобы, собственно, они могли ее использовать до тех пор, пока не сочтут возможный для себя переход на кликсенс. Поэтому, подытоживая, пока два продукта, да, у них разные сценарии применения в зависимости от акцентов, но по факту могу сказать, что те заказчики, которые начинают работать с кликом сейчас, они в кликвью, в общем, и не суются, да. Как правило, те заказчики, которые смотрят на гибкость и, хотите сказать, аниматичность, да, ну, в смысле, анимированность, да, интерфейсов кликсенса, там, масштабирование под разные устройства, там, и так далее, они, как правило, говорят, нет, мы хотим кликсенс, и не надо нам кликвью. Некоторые говорят, ну, да, мы понимаем, что, может быть, даже под наши задачи сейчас его функционала не очень достаточно, поэтому мы хотим расти вместе с кликом, и по мере роста наших задач, либо будем пока использовать заказные какие-то инструменты, да, например, объекты визуализации, ну, как коллеги из Росгостраха говорили, да, о том, что партнерская часть решений используют, либо подождем, пока у клика это появится, да, то есть вместе с ним будем расти. А есть заказчики, которые чаще всего пришли из кликвью исторически, да, имеют огромный опыт накопленных приложений и просто ждут на данный момент, когда это можно будет перенести на кликсенс, но при этом понимают, что у них есть огромное количество сценариев, под которых применим только кликсенс со всеми его современными вещами, поэтому есть заказчики, которые используют и кликвью, и кликсенс, да, и мы просто стараемся, ну, по возможности упростить им режимы использования, как в части технической, так и в части, на самом деле, лицензионной составляющей, коммерческой составляющей. Сергей, у нас еще два вопроса есть, мы отсюда зададим. Да, давайте. Вопрос, а потом я к вам, да, подойду. А, да, ну, 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 давайте продолжение, да, только, да, Сергей, ты, пожалуйста, только по таймингу поймешь. Да, да, да. Продолжение этого вопроса, который был задан, владельки, вы цифрами ли можете озвучить процент у вас продаж сейчас по территории России, кликвью и кликсенс? Я затрудняюсь назвать по России, я, скажем так, специально именно по российским заказчикам не анализировал. По миру мы говорим о том, что по последнему году больше 70% новых продаж, да, там, точнее, даже больше 80% это кликсенс. Да, у нас еще один вопрос здесь. Спасибо. Сергей, а планируется ли развитие в кликсенсе возможностей к социальному взаимодействию пользователей? Ну, например, там, окей, можно опубликовать лист, можно опубликовать диаграмму, да. Или историю, там. Историю, да. Но общение, да, чат, может быть, или какие-то, там, ну, возможности именно, когда люди общаются внутри экосистемы, когда им не приходится ссылать друг другу письма со скриншотами и ссылки и так далее. Ну, правильнее сказать, как отвечает обычно наш R&D, да, в планах есть, да, но мы пока не озвучим эти сроки. Тут как-то R&D стоит, к сожалению, перед дилеммой, в какую сторону быстрее копать, да, то есть запросов действительно очень много, как я говорю, на несколько последующих лиц есть хотелок. Поэтому пока таких вот социальных вещей, которые заменяли бы социальные сети, там, или порталы, как бы, я полагаю, насколько я знаю, roadmap на ближайший год, там, это не планируется особо, да, поэтому не рассчитывайте на ближайший год. С другой стороны, зная того, что у кликсенсы есть очень богатая API, могу сказать, что и здесь в аудитории присутствуют представители заказчиков, которые, как минимум, или экспериментировали, или используют решения, которые, например, позволяют интегрировать данные, получаемые с кликсенсов в Telegram. То есть, когда в Telegram создается приложение в интерфейсе Telegram, там, с соответствующими кнопочками, под которыми написано, например, там, пришли мне доходы, там, например, там, по такой-то торговой точке, да, там, покажи мне свод, например, там, по таким-то товарным группам, да. И эти кнопочки в интерфейсе Telegram, написанные на интерфейсе Telegram, да, то есть в рамках общения в ваших социальных группах и вашей сети, делают запрос использования API интерфейсов кликсенса, запрашивают у него текущие наборы данных, возвращают вам же в социальное приложение Telegram. В принципе, я видел прототипы таких же решений для, например, того же SharePoint, когда люди используют совместную работу в SharePoint, и там какие-то ведут обсуждения, там, соответственно, их точно так же в них либо встраивают сам клик, да, либо, соответственно, клик точно так же эти обсуждения подгружает, потом их можно использовать в приложениях. То есть на вопрос, а есть ли готовый сейчас такой функционал, правильно ответить? Нет, да, за рамками истории, публикации, там, листов и объектов визуализации самих. Если задавать вопрос, а мне уже сейчас надо, а что мне делать? Ответ, ну, собственно, создавать вот такие вот заказные интеграционные решения, если действительно вам сейчас это требуется. Такие инструменты есть. Давайте последний вопрос мы возьмем и будем финализировать. Добрый вечер. Хотел бы задать вопрос по лицензированию насчет Кликсенс Клауд. Вот вы говорили, что можно сторонним партнерам предоставлять доступ. А лицензия, мы должны им давать лицензию или они могут в наше приложение, выложенное в облако, как-то подключаться? Я правильно понимаю, что речь идет о вовлечении все большее количество пользователей, в том числе контрагентов и так далее, при доступе к вашим приложениям. Одно другого, собственно, не противоречит. То, о чем я рассказывал, это техническая составляющая. Да, можно. Коммерческая составляющая заключается в том, что Клик, как являясь правообладателем технологии, которая придумала, естественно, хочет их монетизировать. Поэтому любое обращение к кликовскому движку, оно предполагает наличие лицензии. Вне зависимости от того, это в инфраструктуре докер развернут, или на Windows, или в интернет-сценариях. Просто эти коммерческие условия в соответствии с правильными лицензированиями могут по-разному интерпретироваться. Ну, например, если вы говорите об интернет-сценарии, то мы бы, как коммерческая организация, с удовольствием хотели бы пролицензировать всех пользователей интернет, чтобы за них кто-то заплатил. Но вы же не заплатите. Поэтому, очевидно, говорим, что для таких сценариев мы не можем оценить количество пользователей, но мы можем по-другому попытаться посчитать, например, по нагрузке, которую эти пользователи оказывают при использовании клика на ваших серверах. Поэтому, например, интернет-сценарии, они лицензируются в идеологии лицензирования по ядрам процессора, то есть вычислительным ядрам. В случае, если, например, мы говорим о кликсенсе фойластик, то в плане лицензий по-прежнему любой пользователь должен иметь лицензию. Если вы говорите, что я вообще хочу развернуть этот эластичный кластер не на собственном цоде, не на собственных контейнерах, а использовать инфраструктуру клик-клауд, я вообще не хочу не думать о технике, вот клик-клауду подключиться, то клик-клауд скажет, слушайте, клик-клауд это тоже сервис, вы не вдаёте технике, но вы должны иметь на него подписку, чтобы платить за какое-то потребление именно нашего облачного сервиса. То есть здесь на вопрос, хотим ли мы считать каждого, условно говоря, пользователя, который использует продукт, да, хотим, мы коммерческая организация, мы с этого живём, развиваем наши продукты и технологии. На вопрос, а не много ли это будет с точки зрения денег, правильно отвечать так, уйти от техники и разговаривать с кликом, ну, собственно, представители здесь есть, в разрезе мы организация, у нас планы вот такие, мы, собственно, хотим использовать клик вот в таком-то объёме, вот в таком-то сценарии, давайте разговаривать на коммерческих условиях, да. Мы с вами придём, будем обсуждать вместе с вами планы, естественно, при вот таком взаимодействии один к одному, естественно, можно договариваться именно о коммерческих условиях на взаимно понятных объёмах, на взаимно понятных сроках. Спасибо. Коллеги, давайте поблагодарим Сергея. Сергей, спасибо тебе огромное.